Здравствуйте все! Как я люблю начало января! Праздник каждый день! Вот и сейчас совсем скоро уникальный российский праздник Старый Новый Год. Предлагаю быстренько-быстренько сделать подарок для елки, которая, надеюсь, еще стоит. И сегодня будем работать с моими любимыми ленточками. Я предлагаю восстановить в памяти то, как делается скрученная розочка. А те, кто еще не пробовал, учитесь. Это очень быстро и просто, но радости приносит много. И применить такие скрученные розочки можно много где. Итак, у меня лента шириной 4 сантиметра. Для елочной игрушки, которую мы будем делать сегодня из этих розочек, можно взять ленту практически любой ширины. Только шарик потом получится поменьше или побольше. Но, на мой взгляд, оптимальная ширина, с которой удобнее всего работать, это 25 миллиметров. С чего начнем? Берем ленточку и сворачиваем ее под прямым углом. Наготове у нас иголка с подходящей по цвету ниткой. В моем случае это красный цвет. Свернули прямой уголок, оставили небольшой хвостик, чтобы нам было за что держаться. И теперь формируем серединку. Я вот так гармошкой складываю ленточку несколько раз, потому что у меня лента достаточно широкая. Чем уже лента, тем меньше у вас получится вот таких вот складочек. И сразу же, как только я сделала какую-то операцию, я закрепила несколькими стежками нитки. А теперь смотрите, вот этот хвостик, вот эта серединка у меня в правой руке, а левой рукой я буду делать постоянные повторяющиеся движения. Буду отгибать ленточку от себя и поворачивать ее вокруг серединки. Один оборот сделали, закрепили через все слои иголкой с ниткой. Еще один оборот сделали, можно два. Придерживаем и опять закрепляем иголкой с ниткой. Очень часто начинающие вышивальщицы спрашивают, а нужно ли, чтобы все эти стежки были в одном месте? Нет, не обязательно. Эти стежки могут подниматься вверх к окончанию лепестков. И вот таким образом, поворачивая ленточку от себя и закрепляя через все слои каждый новый оборот, мы выращиваем нашу розочку. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну вот, для моих целей розочки вот такого размера достаточно. Я отрежу ленточку. Сначала мне нужно подшить лепестки. И вот то, о чем я говорила. Первые стежки у меня были вот здесь, а последние вот здесь. Субтитры создавал DimaTorzok Для того, чтобы завершить цветок. Видите, у нас хвостик еще один остался. Я его вот так сворачиваю, делаю ленточку поуже и таким образом фиксирую. А теперь собираю оба хвостика вместе и поступаю так, как с пришитой пуговицей. Обматываю хвостики и вот теперь я завяжу узелок. Для того, чтобы розочка была окончательно завершена, мне надо хвостики вспомогательные срезать. И для того, чтобы ничего не распустилось, я сейчас вот это основание цветка подпалю. В общем и целом цветок готов. У тех, кто только начинает славный путь скручивания розочек, очень часто с серединкой получается как-то не очень. То она торчит буратинским острым носиком, то вот как у меня непонятно, непонятным таким кукишем выглядит. Как этого избежать? Сейчас расскажу. Как всегда, все очень просто. Что же мы сделаем для того, чтобы исправить серединку? А вот что. Вкалываем с изнаночной стороны, со стороны основания ниточку прямо через центр, в то место, которое нам нужно облагородить. И короткий стежочек делаем совсем маленький и затягиваем ниточку. И вот у розочки другой вид, более привлекательный, более красивый. Это один способ. Но у меня будет елочная игрушка, которая должна быть небракованной, как в том анекдоте, которая должна радовать. Я приготовила бубенчики. И сейчас один из этих бубенчиков я пришью в серединку. Кстати, вот моя алая лента, она линяет очень сильно, и поэтому это будет только елочная игрушка. Но если вы сделаете из проверенных чистых ленточек такой шарик, то потом это может превратиться в прекрасную погремушку для ребенка. Я думаю, что он будет просто счастлив. Яркая игрушка, которая звенит. Вот. Почти готово. Но розочка без листиков, это, считай, половинка розочки. Как же нам приспособить листики? Очень просто. Можно даже сказать элементарно. Я возьму узкую зеленую ленточку, такого фестивального цвета. Сверну ее в виде вот такой вот петельки. Одним движением срежу. А вторым движением подпалю оба хвостика вместе. Они сплавятся, и получится вот такой вот хвостик. И листик заодно. Теперь мне нужно листочек приложить к основанию розочки. И опять же парочкой стежков закрепить. Вот. Теперь вам осталось только закрепить навык и скрутить таких розочек для нашего шарика. Штучек шесть или семь. А потом продолжим. Вот, наша розовая компания готова. Что будем делать? Вот у нас есть роза. Я не отрезала нитку. Я буду продолжать работать ей уже. И теперь мне нужно будет пришить к этой розочке, которая будет в самом низу, штуки три по кругу. Три или четыре, сколько уместится. Прямо прикладываю основание к основанию и закрепляю стежочками. Чтобы в шарике в готовом изделии не получилось отверстий, можно стежками легкими закреплять поближе к концу, к окончанию лепестков. Только смотрите, чтобы эти стежки либо были выполнены ниткой в тон, либо не проходили глубоко, чтобы этих стежков не было видно, если смотреть на розу сверху, чтобы красиво было. Вот один цветок закрепили, прикладываем следующий и тоже его закрепляем. Сначала за основание, потом за лепестки. Для елочной игрушки важна петелька, чтобы можно было повесить на елку. То же самое, только для петельки мы сейчас отрежем более длинный отрезок ленточки. И для того, чтобы нам удобнее было работать с этой петелькой, мы также спаяем кончики. Кладываем петельку в центр шарика, и теперь нам осталось только сомкнуть лепесточки, чтобы у нас не было видно вот этих вот внутренних технических стежков. Как я уже говорила, мы это сделаем, сшив между собой лепесточки. Видите, подтянули, и внутренности закрылись. Сейчас мы сделали с вами шарик с минимальным количеством цветочков. Если взять чуть-чуть побольше розочек и сделать их размером побольше, то и шарики получатся другого размера. Но здесь уже инициативу отдаю вам. Все, что вам хочется, все, что вам нравится, у вас обязательно все получится. Новый приятный сувенир своему дому или новый приятный подарок своим друзьям, которые обязательно придут в гости на старый Новый год. Ну что, на сегодня все. У вас обязательно получится новый приятный подарок. В следующий раз мы обязательно придумаем что-нибудь интересненькое. Если вы не успели к началу сегодняшнего урока, в любой момент, в удобное для вас время, вы можете с комфортом пересмотреть любую из программ телеканала «Губерния». Это можно сделать в архиве. Архив находится на сайте «Губерния ТВ». Там же, на сайте «Губерния ТВ» вы можете увидеть анонсы практически всех программ. А еще это можно сделать, узнать, что будут показывать. В любой из наших групп просто подпишитесь в социальных сетях и вам будут приходить все новости. А новости программы «Ручная работа» вас ждут, как и всегда, в моем блоге, который называется «Дневник радости». Пишите письма. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова